Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, у нас последний матч на сегодняшний игровой день, точнее на сегодняшние игровые два дня, потому что день-то тянется еще со вчера, а как по мне так позапрошлой пятницы. Очень много игр Join.MLG Pro League, все стримим и на все обращаем внимание. Микрофон от рук, это студия игрокам ТВ, для тех кто еще не помнит, но для тех кто помнит, лишней информации не будет. В любом случае, давайте вернемся к данному матчу, пора уже перейти к игре. Vengeful Spirit, Снайпер, Клокверк и Сларк отправляются у нас в баню со стороны Сандеркетс. Шейкер, Леон, Акс и Кентавр от Champions of Summer's Rift. Бэтрайдер, Скайра Смак и Queen of Pain, а еще и Faceless Void от Сандеркетс. И SF Witch Doctor, Абадон и Разор от команды Rift. Сам Срифт решили, я так понимаю, забрать SF у Сандеркетс. Теперь то ли Артизи, но скорее всего Артизи будет показывать, как надо играть на SF. Хотя здесь есть Разор для Артизи, я думаю, тоже глаз Артур положил на данного персонажа. В прошлой катке показал просто феноменальный фарм, там 775 гпм был. Ну опять же, игра не затянулась надолго, я думаю, до 1000 поднять можно было. Куда, правда, эти деньги девать было непонятно, потому что Сандеркетс после 20-25 минуты начинала сыпаться уже сама по себе. Энигма уходит у нас в баню и Сандеркетс должны сделать последний бан, у них на этот 30 секунд. По линиям SF, 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 SF может отправиться в сложную. Я думаю, что и Разором можно постоять мид против Квапы. В принципе, не лишнее будет. Нож и выйдет пассивкой. В общем-то, можно поставить Разора на мид, тем более Разора можно дать в руки Артизи, а он на миде вроде бы на Разоре стоит. Причем совсем неплохо. Бэтрайдер у Сандеркетс отправится в сложную. Тут, конечно, ничего не обсуждается. Квапа в мид, Войт будет фармить Скайросмаг на помощь. Ну, остался еще один саппорт. Или саппорт, или какой-нибудь лесник, которого в скором времени мы бы увидели. Ну что, последний пик для Саммерс Рифт. Оффлейнера пока что не вижу. И я думаю, именно его, Champions of Summer Rift, должны забрать. У Сандеркетс оффлейнер есть, осталось саппорт. Ну, ждем, ждем. Бристалл у нас в бане. Нет, Бристалл у нас не в бане. Можно забирать Бристалла, в принципе, смело тут. Толстяков достаточно. И Абаддон. И если Бристалл будет, то Бристалл. И Разор. В общем-то, тут дамажить не передамажить. Всю эту ерунду. Опять же, надо будет как-то переживать. Купол Фейслес Войда и все раскасты. Надо бы кого потолще. Может быть, Тайт Хантер опять же зайдет под данную страту. Ну, или Магнуса тоже можно, в принципе, под СФ и под Разора собирать. Ну, и Вич Доктор. Ну, думаю, на Магнуса. Ставлю я, конечно, свои ставки. Какие-то ставки, в принципе, что я могу поставить. Два Фантика от Турбо и крышечку от Ситро. 10 секунд остается. Нет, это Тренд Протектор. Аналитика накрылась медным тазом. Тренд Протектор у нас от Рифтов и Ancient Operation. Последний пик для Сандеркетс. Манкис у нас на Фейслес Войде будет фармить. Спирит на Скайр Асмаге. Гванзу в сложную отправиться на Бэтрайдере. Дикей на Квапе и на Ancient Operation. Попопопопопопопопоп. Флаффен став конечно же. Флаффен став. Джонни W на Тренд Протектор у нас, я так понимаю, в Сложную отправляется. 14-37 видимо, будет ему помогать с демоном. Артизи забирает все-таки Разора и SF. SF, SF, SF. SF у нас будет от Бракса в легкой, как я понимаю. Хотя, ну, в принципе, Артизи может пойти и сам поформить легкую. Тоже не проблема для него. Так, одну секундочку. Почему за меня Дота начала решать, что показывать, непонятно. Но Бракс опять... Бракс, в принципе, на мид на СФ и может отправиться. Артизи может уйти в сложную. При нормальном саппортинге, при наличии Джонни и Даблью, можно и в сложной постоять. Пока что у нас Артизи отправляется на топ руну. Ну, здесь Демон вместе с 1437 и Браксом. Нет, Бракс отправляется все-таки на легкую. Артур, видимо, перетянется на мид. А здесь в соло у нас будет стоять Джонни Даблью на Тренд Протекторе. Это уже интересно. Покупает себе первым же артефактом Бутсов Спид. Быстро бегать, сильно бить. В принципе, по ХП Джонни Даблью не проседает. Я говорю, конечно же, о Тренд Протекторе. По дамагу, по дэмэджу тоже проблем никаких. 85 с руки на первом левеле. Ни у кого такого счастья из героев доты нет. И об этом надо знать. Конечно же, если ты любознательный дотер. Джонни Даблью врывается сюда. Под щитком подрались. Нормально. Спириту уже насыпали половину столба. Еще одни каски прилетели. И Брак забирает Весблад. Вот и Скайрос Маг. Ну как же так? Как можно умирать до выхода крипов? Скайрос Маг просто... Я не знаю. Это человек-смерть. Человек вообще не человек. Кто это? Ну как бы, конечно, я не флеймил данного персонажа. Как бы не издевался над ним. Но действительно, посмотрите на закономерность. Скайрос Маг умирает больше всех. Это как черные парни всегда умирают первыми. Так Скайрос Маг всегда умирает тысячу раз за игру. Спирит отдался на Фюстблад. И Фюстблад забрал у нас Бракс. Бракс отправляется на мид. А Артизи пошел фармить легкую. Опять Артизи фармит в легкой. Опять будут проблемы у Сандеркетс. Давайте на крипстат переключимся. Пока что крипов у нас бьет только Дикей. Ну и еще немножко Манкис подбивает. А остальные почему-то на крипов забили. Странно. Весьма-весьма странно. Все, Артизи начал бить крипов. Артизи уже не остановить. У Артизи утюг на голове, который искрится. Бракс у нас нахватался от Квапы. Неплохо по щам. В принципе, непонятно, почему Артизи не поставить на мид. Можно было и Бракса отправить в легкую. А Артизи хоть как-то бы и выдел нож, который Квапа будет бросать в СФ. А СФ не так-то просто переживает Шадоу Страйк. Фейслес Войт у нас фармит на топе 7 на 6. У него крипт стат уже имеется. У Дикей тоже 7 на 4 крипт стат. Бракс опять получает нож. Средний Койл, по-моему, по Дикей вообще не попал. Бракс очень сильно проседает по ХП. Здесь одной банкой не отмазаться. Две банки покупать тоже смысла немного. СФ по ХП проседает. Отъедаться толком нечем. Надо хоть как-то контролить руны. Если здесь придет Спирит, Спирит, мне кажется, в соло. СФ сейчас разберет. Хотя Скайросмак, мне кажется, от испуга вообще умирает. Странный, еще раз повторюсь, странный персонаж. Неплохой, нехороший. Просто немного непонятный. Так, Скайросмак у нас уходит в инвиз. И, возможно, будет какой-то ганг, в котором Спирит, может быть, даже и не умрет. Джонни Даблый перетянулся на мид. Не понравилось на сложное стоять. По Крипстату 0 на 0. Один ассист есть, но это ассист на руне. Мы видели, тут просто надо было присутствовать. Не обязательно было вообще драться. Оставляет он одному Манки с Форева. Ну, Войд, который фармливает, причем вообще без каких-либо проблем. Я думаю, что будут проблемы у команды Самс Рифт. Вот, даже удивительно, Разор вводит хороводы крипов. Здесь надо держать линию. Ну, Артизи линию сломал. Ну, действительно, себе дороже стоять и получать от крипов. Тем более, на данном этапе. Кто у нас в сложной? У нас в сложной Гуанзо. Гуанзо пошел забирать чужих крипов. Гуанзо не честный дотер. 658 уже заработал. В принципе, на Транквилы деньги имеются. Можно купить их у Дикея. 668 тоже на руках. Вы что, издеваетесь? У Дикея уже 20 на руках. Банка плывет к Дикею постепенно. Джонни Даблью отправился на сложную. В общем-то, вернулся. Есть здесь Ливинг Армор. Есть Семечка в один вкачана. Второй левел насобирал. По Крепстату 1-0. Один всегда лучше, чем ноль. Собственно, уже лучше. Хотя бы кого-то добил. Артизи у нас нажимает на паузу. Артизи вообще руководит всей игрой. Когда хочет, останавливает. Когда хочет, отжимает. Когда хочет, набирает кучу артефактов. И выносит вперед ногами команду Сандеркетс. Прям все ему позволено. У Дикей давайте по артефактам пробежимся. Посмотрим, что появляется. У Файслес Войда 1400 на руках. А значит, очень скоро мы увидим Хэнд оф Мидас. У Квапы мы уже видели что. У Бэтрайдера 700 на руках. Пока что ничего. У Скайрос Мага 560 на руках. По артефактам ничего. Зачем артефакт Скайрос Магу, если он и так живучий, крепкий, сильный. Много дефа, много хп. Я думаю, просто оставит деньги на байбэк. На всякий случай. У Розора тем временем появляется Бутс оф Спид. Есть Сринг оф Протекшн. Я так понимаю, будет Сранквилы выходить. У нас Розор УВД. Хотя, зачем Транквилы? Скорее всего, тоже фазы будут у Артизи. УВД тапок и больше, в общем-то, ничего. Тапок у Тренд Протектора. Абадон с тапком. Все в тапках. Все оделись по сезону. Ну что же такое? ТСи опять отвалились. Скайрос Маг у нас отпал. Почему? Почему? Непонятно. Пока что инфы какой-то нет. Хотя... Класс. Кэп в действии. Подождите. У него дисконнект. Мы как будто не в курсе. Что со Спиритом? Почему он не в игре? У него оказывается дисконнект. Ладно. Дисконнекта всем, пацаны. Ждем. Давайте глянем по графикам. Может быть, что-то поменялось с момента начала игры. Нет. Ничего не поменялось. Все в ноле. Хотя немножко меняется. Но примерно в ноле. По экспириенсу тоже 200. В общем-то, не считается. Здесь у нас, кстати, мультиспауны. Кто этим занимается? Демон. Мультиспаун здесь. Здесь один спаун. Здесь у нас один. И здесь тоже стоят одни адские медведи-крушители. Странно, почему не спаунятся здесь. Не спаунятся крипы. Понятное дело, что для Бракса это must-have. Потому что как фармить на миде против квапы, пока что непонятно. Бракс вроде бы держится сейчас. Но опять же, это нож второго левела. Сейчас на пятом левеле у Бракса должны быть проблемы. По хп ничего. Прироста никакого нет. 587. А здесь нож на третьем левеле по 100 бьет сразу. И 50 в течение... Ну, короче говоря, в течение достаточно многого времени. В общем-то, Бракс может и не вывести. Два таких ножа. Два удара в спину. И... Бракс отъедет у нас. Переподключился наконец-то Skyros Max. Перед возвращается в игру. Ну и давайте отжимать паузу. Сам я это сделать не могу. Продолжение следует... Ну все. Наконец-то начинают у нас игроки обеих команд. Ну и что комментировать, если все уже обсудили? Собственно, ничего. Бракс ходит. Бракс летает. Квапа ходит налево. Квапа ходит направо. Квапа бежит. Через 10 секунд появится руна. Такая механика доты. У Квапы есть банка. Квапа заберет в банку руну. Пришел Skyros Max, увидит руну и умрет. Нет, 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 нет. Обошлось. На этот раз обошлось без смерти. Спирит у нас пока что всего лишь один раз умирал из одного возможного. У Бракса... В принципе, да. Здесь руна нижняя Браксу принадлежит. Пока что без файтов на лайнах. Что-то никто не собирается драться. 4 минуты... 4 минуты 20 секунд. А это действительно немало. Команды сыграли. На лайнах пока что друг за друга не цеплялись. Никто ни с кем не дрался. Что у нас хилит Тренд Протектор? Он у нас хилит Бракса. Выход на Бракса. Дикей уже здесь. Тренд Протектор прилетает. И решил руками похилить теперь Бракса. Правда, нечем Браксу помочь. Кроме как... Кроме как Ливинг Армором. Странно. Тренд Протектор дал Ливинг Армор на Бракса. И как будто прилетел проверить. Все ли правильно работает. Так, здесь Флафан Став стоит в кустах. Здесь снесли Т1. Команда Самс Рифт пока что достаточно уверенно пушит. Чем отбиваться, непонятно. Флафан Ставом отбиваться. Но тут нечем отбиваться. Один сапог и колд фит. И чилинг тач. На себя бросать чилинг тач и выходить умирать. Тоже не самое мудрое решение. Флафан Став стоит, получает экспириенс. Тобора падают. Флафан Став получает экспу. Слышал так. Дота не выигрывается. Странно, странно. Почему команда... ТС не хочет дефать. Мне непонятно. По хп у нас проседает в лесу Гванзу. У него... Так, демон у нас ловит Аркан Болт. Сюда влетает Дикей. У Дикей пошел высасывать дамагу Артизи. Дикей у нас практически без дэмэджа уже. И... Плюс 84 у Артизи. На Флафан Става сейчас упадет нереальное количество дэмэджа. Но в принципе можно и Тауэр забрать. Все, забрали Тауэр. 3-1, 2-0 подрались. ТС, видимо, не очень хотят играть. Не совсем понятно мне. Мувы их? Ладно, у меня огромное количество часов ночи. А что происходит с ТС? Не совсем ясно. Выходят по одному, умирают, отдают Тауэра. 6 минут. Сказать, что у команды сам срифт пуш стратегия? Нет, я так не могу. Но почему 2 Тауэра безответные упали? Для меня это необъяснимый факт. Сейчас, наверное, то же самое будет на топе. Потом на миде. А потом... Что потом? Потом все. Потом ТС возьмутся за голову. Начнут потеть, играть. И вывозят катком. Нереальным камбэком. Тоже это не особенно возможно. У Розора уже имеется NetWars. 3 500. 3 300, правда, есть у Манки с Forever. Никто пока его не дергал на лайне, не мешал. Есть Hand of Midas. Понятное дело, что эти 3 300 не в артефакты вывозятся, а такое себе инвестирование в будущее. Спирит здесь с крипами. Пытается разбираться. Крипов здесь нет. Манки с Forever Hand of Midas. Провязал он его уже дважды. Деньги постепенно растут. По деньгам, возможно, он скоро догонит Артизи. Но если только драки не будут, и Артизи, если вдруг будет стоять под фонтаном. Пока что команда Самр Срифт не хочет драться, и мне это немножко удивительно. Крипы зашли на хайграунд. Седьмая минута. Никто ни на что не реагирует. Это фильм «Не вижу зла». Часть 3 или часть 4. Просто не обращаем внимания. А потом скажем, блин, не заметили. Ребята, у вас лайн горит, блин, не заметили. Ребята, у вас трон упал, ой. Ну, странно. Очень-очень странные мувы. Ничего не хочу додумывать за команды. У Fluffenstaff постепенно вырисовываются Power Threads. У Квапы Боттл 355 на руках. И летит Грейжный Стик. Ну, у меня, честно говоря, такое ощущение, что игра вот примерно закончилась. Просто она, ну, так, постепенно идет к своему завершению. Никто ни за что бороться не собирается. Все по чуть-чуть дерутся, но здесь какая-то иллюзия файта. Иллюзия файта убила Скайросмага. Третий раз у нас умирает Скайросмаг. Где второй раз умирал, я не помню. Кто еще может умереть, кроме Спирита? Ну, не Спирит конкретно, а просто Скайросмаг. Ну, ладно, это не мое вообще дело. Герой, конечно, полезный, но полезный в плане Раскаста. Раскастовался, умер. Это, опять же, дело пиков. Понятное дело, его берут тоже для... Именно для этих дел. Для Мистик Флеера, для Аркан Болт, для нормального Сайленса, вполне себе удачного. А жить это занятие совершенно других героев. Артизи включил ульт. Артизи пошел дамажить Тавара. Ванзу прилетает сюда. У него есть Лассо. Он на Лассо увозит Артизи. Артизи проседает по ХП. Манкис Форева дает ульту. Сложно пробивается Артизи, но, тем не менее, убивается. 6-2 становится счет. Сюда влетает Дикей ульта по Браксу. Бракс пока что живет. Бракс стоит в огне, но живет. Горит, но живет. Дикей живой. И Манкис Форева тоже живой. 1600 на руках. По итогу файта подняли. 600 по золоту ТС. И по опыту 400 где-то себе отковыряли. 1700 на руках у Манкис Форева. Так, выход у нас на топ. Вот продолжение этой истории, как я понимаю. Выход на топ. И такое ощущение, что ребята просто по-тихому забирают Т2. Но это не по-тихому. Это на карте отображается. Я же это вижу. Я это вижу. Я могу переключить на зрение команды ТС. Они тоже прекрасно это видят. Только что Бракс забрал Тауэр. И здесь Тавара были видны, когда они стояли. Было видно, что Тавара бьют. Почему на это команда ТС не реагирует, мне непонятно. Там прошла инфа в чате, что фармящие водят. Хорошо, фармящие водят. Ну, не отрицаю. Водят фармящие. Да, я это вижу. Но когда Тавара все упадут, здесь окажутся в команде Самсрифт фармящие все. Даже при том, что фармить толком никто не будет. Но денег будет предостаточно. Уже десятая минута. Упало два Таура внизу. Упал один Таур вверху. Никто ни за один Таур не дрался. Врывается у нас Гуанзо. Ancient Operation забирает тренд протектора. Лассо Гуанзо не успел провязать. Тренту хватило и этой дамаги. 6-4 счет. Спирит у нас приходит побороться за Т1. Ну, тут отдефать от крипов. Можно, в принципе, не умереть. Спирита пока что не очень получается фармить. Но, в принципе, не все сразу. Да, крипы все забирают. Тут крипов толком не переформишь. Ну, нормально через... А Аркан Болт забрал крипа. Спирит. Флаффен Стаффа появляется. Хэнд оф Мидас. Еще 370 сверху. Здесь фарм пойдет более-менее нормальный. У Войда тоже у нас имеется Хэнд оф Мидас. Летит ульта аппарата. Ульта аппарата под Т1. По демону точно попадает. Можно врываться. Дикей может врываться. Соник Вейв есть. Хотя здесь щит. Пока что демон выживает. У Бракса. 700 на руках. Мека есть. Есть Огр Клаб. Команда справа выиграет. У них баба есть. У меня тоже баба есть. В чем я выиграл, не совсем понимаю. Так. Давайте на персонажа перейдемся. Перейдем. Мидас. Мордик Маск появляется. У Войда есть Пауэр Трэдс и есть Таут Шилд. Войда никто не трогает. Пока что 1-0 у Манкиз Форева. Манкиз Форева в прошлой игре ничего на Медузе сделать толком не смог. Потому что опять же переформили. Банально переформили. Сам Срифт выигрывает 3000 по золоту и 1500 по экспириенсу. Все это в общем-то в Тауэрах и заключено. Но пока что ни один Тауэр со стороны команды Самсрифт не проседает. В принципе 2 из них вообще не тронуты. Никто сюда не подходил. Таура стоят практически фуловые. Тут немножко взрывной волной 12 хп или 22 хп отковыряло Тауэру. Команда ТС решила подраться на миде. У нас на лоу хп Спирит. Просто он ходит между елками. И просто у него теряется хп. Это самый больной, самый старый, самый чахлый персонаж, которого я видел за всю историю доты. Как это еще объяснить? Да, может быть он конечно на крипах там дрался как лев. Но я думаю, что он просто терял хп на ровном месте. Манкис Форева у нас без дамаги. Без дамаги Артизи здесь спокойненько через Авиавзе Сторм забирает Войда. Вот вам фармящий Войд. Вот вам и подрались. Все через Мекку в принципе восстановили. Бракс здесь, Артизи здесь, в Артизи еще плюс 126. По дамаге Тауэр падает очень быстро. Драться за него нет смысла. Спирит ходит здесь и два игрока пошли фармить низ. У вас падает Т2. Не реагируйте. Пока я не реагирую на проблему, проблемы не существует. Нормально. Это первая стадия болезни, по-моему, называется стадия отрицания. У ТС реальные проблемы и что-то со вторым матчем произошло. Я даже не знаю, какой диагноз можно этому поставить. И не просто уходят на реку. Точно говоря, аж смешно стало. Ладно. Ладно, надо попробовать эту стратегию где-то в пабе. Тебя убивают. Да, в принципе, в пабе я такую стратегию пробую. Не могу понять, почему тиммейты на меня нападают. Флаффенстав здесь дерется с Джоин Даблью. Ну, и также Демон здесь ему помогает. Каски летают. Флаффенстав пока что живет. Просто гонят его по лесу. ДиКей влетает в спину Демону. Демона быстро очень разобрали. Догонялись. Джоин Даблью ульту еще и от аппарата сейчас получит. Можно гнать Джоин Даблью. Нет, ульта не попадает. Но ДиКей продолжает погоню. Здесь, в принципе, скримов пейн в максимум. Джоин Даблью, скорее всего, погибает. Хотя вот на себя Ливен Армор бросил. И неужели ДиКей еще здесь отвалится? Нет. Живой ДиКей. Живой Джоин Даблью. Без смертей оказалась эта погоня. Без комментариев. Таура на миде нет. Т2 упал. Таура на топе. Пока что таура на топе есть. Но тоже, наверное, до поры до времени. Команда ТС не хочет товаров. Она не хочет сражаться со своими товарами. Ну, с присутствием товаров на карте. Я так понимаю, просто дает фору сам Срифту. Или как? Сам Срифт уже в прошлой катке показал, что фору они и сами себе могут обеспечить. По экспириенсу ТС впереди. Впереди на полторы тысячи. В принципе, да. Пока падают товара, ТС фармят. Но по экспе полторы тысячи. Это не по золоту 4. ДиКей уже забирает Килинг Сприт. ДиКей решил подраться. И здесь же с ним Гуан задерется. Трента забрали еще раз. Выход на Тауэр. Здесь у нас Скайрос Мак. 0-3-4. Скайрос Мак прилетает дефать. Дефать от Бракс и Бракс. Просто не ожидал. Я понимаю прекрасно. Я понимаю удивление Бракса. Мы убиваем 5 товаров. Никто вообще не реагирует. Но 6-й мы должны забрать. В общем-то, все очень просто. Я представляю, как округлились глаза у Бракса, когда он увидел 2 телепорта. Он даже, наверное, не поверил, что его будут бить. Как-то так игра пошла, что удары вообще здесь... Ну и борьба за Тауэра... Мне кажется, вообще против правил казалось. Ну... Бракс отхватил, по-моему, что-то в доте восстановилось. И стала на круге своя. Наконец-то TC решили подраться на Тауэра. И самое интересное. Вы видели, что ситуация настолько стала сумасшедшей и настолько психоделичной, что Бракс просто в соло вышел на Тауэр и начал пилить Т2. На 16-й минуте без никого, без подсейва. Команда здесь ходит в деревья. Тренд рассматривает деревья, присматривает себе какую-то изящную сосну на вечерок. Остальные все на лайнах. Ну, в общем-то, дота потрясающе интересная и динамичная. Манки с Форева зато ходит и фармит как не в себя. Две 100 у него на руках. Мидас есть. На дэмэдж ничего. Но зато бьет быстро. Маску в Мэндес имеется. Пауэр Трэдс тоже имеется. 100 белого урона. Скорость атаки... Под Момом, по-моему, там 0-43 в секунду на атаку. ТС будут забирать Тауэра? Манки с Форева выходят на Тауэр. И что, повторяется ситуация? Теперь команда сам с Рифт не собирается дефать свои Тауэра. Зачем дефать Тауэра, если рано или поздно они все равно упадут? Джонни W бежит от крипов. Реально могли бы навалять. Ну, просто без проблем ТС заберут Тауэра. Глиф не отбивает атаки. Глиф всего лишь делает неуязвимый Тауэр на 5 минут. Но команда не убегает от Глифа. Глиф просто был проюзан. Но, видимо, чтобы время немножко потянуть. Потому что команда сам с Рифт вышла на Рошана. Рошана заберут. И никто им, в общем-то, в этом не помешает. Джонни W здесь. Овергроус уже имеется. Он откэдэшился. Здесь еще и подхил. Я смотрю, кого там. Да, подхил у нас Артизи. Артизи берет Аегису. Артизи... На дэмэдж ничего особенного. Так, Артизи у нас прилетает сюда. Будет драться с Вайдом. Войд улетает. Тренд протектор за Денайл Тауэр. Овергроус и за Денайли Тауэр. Денег дали не так много, как могли бы ТСи забрать. Фейслес Войд. 460 на руках имеет. Наверное, в курьере что-то себе несет. Да, Мэл Стром. Увой, да Войд действительно скоро станет проблемой, как говорили мудрые люди в чате. Думаю, да, что команда Самсрифт может и поплатиться за настолько пассивную игру. Вам дали забирать Таура, забирайте шестой внешний и заходите на хайграунд. В чем, собственно, проблема? Мека у Бракса имеется. Подхил, подсейф от Абадона тоже имеется. Все, что надо вкачать, он уже прокачал. Мист Койл в Макс и Афотик Шилл тоже в Макс. У Артизи тоже все есть. А Эггис есть, можно идти драться. Не хотят, не хотят драться ни одни, ни другие. Так, Артизи у нас с Войдом стоит фарминг крипов. Нет Т1 у одних, нет Т1 у другого. Они просто постояли, поформили крипов и разошлись. Артизи сейчас в спину выйдет, напугает Войда. Вот о смеху будет. У Войда, правда, есть все для того, чтобы уйти. И ТП есть, и есть там Волк. Артизи просто напугал его вот этим вот скиллом Статик Линк. Артизи просто хулиганит. Ну что, команда, сам срифт выходит на Т2. Здесь продолжение не вижу зла. Здесь по лесу ходят игроки Сандер Кэтс. Пока что подходят крипы, Тауэр опять начинает падать. Никому до него никакого дела. Просто падает Тауэр. Никто даже, посмотрите, они даже драться не собираются. Они заходят в лес. Они обходят все через, 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 ну, через самые дальние дороги. Никто не собирается драться за Тауэр. Шесть Таворов вообще без сопротивления. В чем дело? Что я пропустил в Доте? Может, какое-то обновление вышло? Может, какой-то новый стиль? Или теперь дают больше каких-то артефактов, если ты не отбиваешь свои Тауэра? Не понимаю. ТС просто отдали шесть Таворов за 20 минут. Без единого сопротивления. 50 на 50 кто-то написал в чате. 50 на 50 это что? Это как? Это чем ТС вообще собираются драться? Да, здесь есть воид, но деньги просто капают. Так, Артизи у нас зацепили. У Артизи есть Аэгис, у него есть Аганим. Артизи через Аэгис Шторм просто даже Аэгис тратить не придется. Вот вам 50 на 50. Воид рассыпался. Рассыпался также у нас Бэтрайдер. Воид ставит ульту. И бьет Абракса. Воид рассыпается просто на куски. Ребята, не надо дефать Тавора. Здесь на хайграунде тоже не обязательно драться. Пусть падает Тавор. Раньше не хотели, теперь просто не могут защитить свои Тавора. Все очень и очень просто для Самсрифт складывается. Что это за... Ситуация мне не ясна. Вообще не ясна. Не дрались ни за один Тавор, теперь ходят на хайграунде, получают на собственной базе по щам. Воид не подходит. Воиду нет смысла подходить. У него нет БКБ, у него нет демеджа. У него вообще ничего нет. Забрали Тавор, ушли. Все, можно просто стоять, посмотреть. Теперь они будут стоять на месте... Барака. И смотреть, как он рассыпался. Артизи продолжает врыв. Гуанзо здесь летает. Гуанзо рассыпается от одного ульта Артизи. Бракс у нас делает ультра килл. Нет, не ультра килл. А Киллинг Сприй забирает. Артизи забирает Киллинг Сприй. Джи-Джи, вы что, издеваетесь? Что это вообще такое? Три часа ночи я остался комментировать вашу игру. Ребята, что это такое? Это какой-то дичайший ад. Мне вообще ничего не понятно. Кто понял, что произошло? 22 минуты сущего сумасбродного ада для мозга. Это какая-то психоделика. Шесть Таворов рассыпались один за другим. Никто никакой не дефал. Я уже как какой-то чокнутый политик говорю, но тем не менее. Никто ничего не дефает. После этого падает ТОП. Никто ничего не дефает. Дерутся вообще не дерутся. После этого падает МИД. После этого пишется ГГ. Что это было? Возможно, может, на время была какая-то ставка. Например, что 23.05. Мы сыграем ровно 23 минуты 5 секунд. Давайте, давайте. Все, ГГ, ГГ. Быстрее все пишите. Честно говоря, бред. Полнейший. Даже не знаю, как это корректно, некорректно с моей стороны. Но, по-моему, если есть какие-то фанаты Самсрифт или ТС, ну Самсрифт нет, но если есть фанаты Сандеркетс, то их уже, наверное, нет. Ну ладно, все, закончили. Закончили эту плавку. У нас уже очень много времени прошло после полуночи. Давайте подведем итоги сегодняшнего дня. Итоги такие, что последняя катка все смазала. Секреты подрались очень классно у нас с Эмпайр. Первая катка была азиатского дивизиона. Тоже нормальная. Все было хорошо. Под вечер нас оказалось мало. И мы были свидетелями данного ужаса. В любом случае, день прошел удачно. Завтра огромное количество матчей. Начиная сейчас, скажу со скольки. И пока что не уходите. Я вам буду все это рассказывать. Так, подожди, злой Срек, не уходи. Сейчас я вам скажу расписание на завтра. Воид Бойс vs. Виллс. Кто комментировать будет, никто не в курсе. Нет. Если я не буду комментировать, то никто комментировать... Короче говоря, никто не в курсе. Воид Бойс... Так, у нас завтра 28, это уже сегодня, 28 февраля, заканчивается зима. Завтра у нас на повестке рейв против инвейшн. Начнется это все в 14 сет. Феникс против рейв будет в 16 сет. Лондон Май Инсейнити будет в 21 сет. И ЕГ против Войт Бой будут у нас в 23 сет. Короче говоря, начиная с двух сет и до, 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 до... До последней ночи. Злой Крэг, да. Прости, пожалуйста, не обессудь. Завтра много доты. В воскресенье выходной. Наконец-то за целую неделю. В любом случае, спасибо всем, кто был со мной до этого позднего часа. Услышимся уже завтра. Услышимся в... Услышимся по Киеву в 15.00, по Москве в 16.00. Там уже по своим городам ориентируйтесь. Все. У микрофона был друг. Это студия игрокам ТВ. Напомню всем еще раз, кто забыл. Надеюсь, больше таких матчей, как тот, который мы сегодня сейчас посмотрели, у нас больше не будет. Будет хотя бы за что зацепиться. Всем до встречи, всем пока, всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok